и так сегодня мы с вами говорим про строчные блоки элементы и позиционирование все попробуем это все на практике поговорим немножечко в теории как это работает на примере того что у нас с вами было до этого и так чтобы нам было проще сразу открою наш файл который у нас с вами был до этого вот такой вот у нас вариант с вами получился в прошлый раз и можем сразу в фоне прайчан чтобы у нас тоже загружался нас не откликал потом когда нам нужно будет переходить и работать и так блочная и строчная модель css плюс позиционирование что такое блочная что такое строчное зачем зачем они нам нужны как с ними мы можем работать в чем различие чем они отличаются и так далее если мы говорим с вами про блочную модель в целом на страницах это один из нас основополагающих моментов который встречается у нас повсеместно наверняка вот как на скриншоте вы могли видеть различные там интернет-магазины другие сайты любые ибо вы не заходили вы могли видеть что все состоит из различных блоков они как правило объединены по какому-то логическому критерию то есть блок с товарами блок с меню блок с фильтрами для поиска и вот эти блоки они у нас находятся в принципе на всех сайтах современных которые вы можете видеть и с ними нам тоже необходимо будет поработать сам по себе блок это это прямоугольник и сам по себе у нас пустой изначально если мы создаем блок он не содержит в себе ничего и это у нас принципе называется контейнер контейнер прям как в жизни это может быть контейнер пищевой для еды это может быть контейнер для обуви какой-то контейнер для белья и смысл один вопрос что это какая-то коробка какое-то вместилище которое у нас мы можем наполнить по своему усмотрению и мы лишь ограничены его размерами размерами этого контейнера в html таким контейнером является у нас пустым это div div так у нас позволяет как раз таки создать пустой блочный контейнер если мы с вами говорим дальше про блочные элементы более формальным языком уже то блочный элемент это элемент высшего уровня который форматируется визуально как блок и располагается на страница вертикально что имеется ввиду вертикально блок у нас занимает всю площадь контейнера в котором у нас он находится если он у нас не находится ни в каком контейнере он все равно где-то будет находиться то есть такого не может быть и давайте посмотрим на примере нашей странице сейчас 15 еще один момент о том что они у нас растягиваются чтобы занять максимум доступного места и при этом сдвигают другие элементы под у нас есть с вами сейчас наш сайт вот он и здесь у нас есть заголовок заголовок один который мы с вами прошлый раз создавали что мы для него сделали мы для него с вами добавили фон фон черный и если мы сейчас правильно посмотрим него визуально мы увидим что он у нас занимает ширину всей страницы на всей нашей странице он у нас находится за исключением вот этих вот отступов слева такой же вот тут у нас соответственно будет с вами справа если мы посмотрим на все остальное то мы с вами тоже можем обратить внимание на еще одну важную вещь это то что заголовок 2 не располагается рядом с головком 1 то есть он не на одной строке а он ниже как и заголовок 3 4 5 но при этом сам текст если мы пишем он у нас продолжает быть на одной строке до тех пор пока либо достигнет края страницы и будет самостоятельно переноситься либо мы с вами применим какое-то свойство для переноса то есть это у нас может либо закончится абзац например либо мы сделаем перенос строки через b то есть либо п либо бр и мы добьемся с вами перехода на новую строчку с этим мы уже работали и то есть по сути в нашем случае заголовок один является блочным элементом это действительно так он у нас занимает по умолчанию весь всю строку вытесняет на ниже лежащие другой какой-то текст заголовок 5 после него по логике вещей должно быть тех должен быть текст на этой же строке но он не на этой строке он находится у нас внизу он вытеснил вниз содержимое а сам у нас находится по центру поскольку мы просили поставить по центру и плюс занимает все сразу пространство о том как посмотреть это все мы тоже с вами чуть чуть попозже все это посмотрим проверим познакомимся тоже на примере нашего сайта а что же касается строчных элементов что касается строчного контейнера он такой тоже существует нас есть стройные элементы которые генерируют внутри строчные контейнеры они генерируют их автоматически то есть по сути это наш текст текст это строка базово мы вводим какой-то текст продолжаем его водить и он у нас будет вводиться на одной строке пока не достигнет конца не достигнет конца контейнера не достигнет body границы или не достигнет того контейнера в котором он находится сам по себе он формирует строчный контейнер мы можем с вами принудительно установить строчный контейнер для нашего текста это будет атрибут span для того чтобы прописать какой-то текст но поскольку текст у нас самостоятельно генерирует этот контейнер строчный то его нам нет смысла отдельно ставить в данный момент они у нас строчные элементы занимают столько места сколько нужно и соответственно не сдвигают новую строчку и и другие элементы которые мы расположили под себя если есть возможность их разместить на этой строке они размещаются если нет тогда уже применяются общие правила перечисления носа на нашей страничке если мы представим с вами наш сайт виде вот такого-то определенного домика у нас была с вами эта аналогия но теперь мы ее потихонечку дополняем то у нас при строительстве дома многоквартирного мы можем с вами представить такую вот ситуацию наверняка строительство дома видели вы все и представляете как он внутри у нас устроен у нас есть некие железобетонные плиты разделение между этажами вот это наши контейнеры у дома есть ровно фиксированная ширина и ровно фиксированная высота ширина то есть это только наш подъезд сколько подъезда допустим он будет нас в нашем доме мы знаем и соответственно рассчитывается от этого фиксированный размер дом закончился он у нас идет вот такой вот монолитный этажи тоже рассчитаны между собой и есть там толкнитесь от высоты вашего потолка с запасом запасом потому что у нас часть плиты тоже часть плиты то что для вас потолок это соответственно для кого-то пол и по такому принципу идет строительство дома как и несущие стены это у нас контейнер если мы находимся в какой-то комнате или в квартире целиком глобально это наш большой контейнер наша большая коробка мы можем внутри располагать все как угодно за исключением того что мы не можем с вами там трогать несущие опорной конструкции несущие стены и само собой железные бетонные плиты а так пожалуйста вы можете размещать стулья с отступами вы можете разместить их горизонтально и вертикально с переносами как угодно то есть стулья столы не знаю все что вам угодно при этом у нас есть в доме окна окна делаются у нас из небольших плит и у нас тоже есть определенное фиксированное значение этого окна мы его с вами не можем изменить базово пока мы не начнем глобальный ремонт тогда да тогда мы может менять окна здесь же свернуем то же самое то есть у нас есть див контейнеры див контейнер это наш аркас это наши блоки они у нас как железобетонная плита как этажи или как квартиры как вам больше нравится внутри мы можем что угодно располагать и работать с нашими элементы если мы хотим что-то допустим поменять то в принципе мы можем с вами менять с блочного элемента со строчного точнее на блочный элементы с ним уже взаимодействовать аналогичным образом у вас там один человек почему-то просит ссылку на занятия давайте сейчас немножко прервемся я пришлю ссылку и так как мы можем в принципе отличить наши элементы и понять что из них строчный что из них блочный естественно что прям какого-то универсального просто правила у нас нету есть признаки косвенные признаки поскольку в принципе можно переопределять между строчными блочными элементами что является их переопределять и понимать по тегам поскольку блочный элемент как мы с вами говорили это всегда жестко фиксированная конструкция у неё всегда есть открывающийся и закрывающийся часть тэда то есть это всегда будет парный так если мы говорим про сам и закрывающиеся теги то есть те которые у нас одиночные они у нас не будут блочными это уже сто процентов это будут только строчные элементы но среди парных есть конечно же и строчные например это ссылки а мы можем с вами несколько ссылок указать и они у нас будут находиться по умолчанию на одной строчке при этом br перенос строки у нас не парный но перенеся вниз мы можем с вами добиться нужного результата здесь кстати говоря ошибочка на презентации имидж у нас является исключением так сказать из нашего правила и у нас является блочным элементом сколько у любого изображения любой картинки есть значение ширины и высоты как раз таки подводя мини итог мы можем с вами сформулировать следующим образом у нас есть на странице вместе живут и существуют блочные и строчные элементы блочные элементы мы можем определить от строчных по определенным характеристикам элемент всегда будет начинаться с новой строки потому что он заполняет все доступное пространство внутри этой строки он вытесняет на нижележащую строчку за счет того что это такая монолитная конструкция мы можем принудительно задавать фиксированный размер ширины и высоты или фиксированный или относительный забегая наперед ну проще пока понять сфиксирован задать размер нашей коробки которую мы можем что-то положить если мы добавляем отступы и какие-то границы элемента они у нас будут отодвигать соседние элементы то есть по сути мы фактически увеличиваем размер нашей коробки если мы нашей коробки фиксированный добавим внешний еще какой-то слой то она у нас станет просто толще счет этого сдвигаются соседние элементы и пространство у нас увеличивается занимаемая этим контейнером случае строчных элементов это у нас не применяется у нас строка не переходит на не вытесняет другие элементы не переносятся на новую строчку элемент если есть место на текущей строке пока мы можем продолжать мы продолжаем заполнять эту строку элементу мы не можем задать шириной высоту потому что строка у нас генерируется автоматически и соответственно ширина это всегда ширина нашей строки высота это высота строки который может у нас автоматически переноситься мы можем управлять столько вручную переносом строк элементы у нас случае если мы попытаемся добавить поступки границу то они у нас не отодвигают соседний элемент они остаются в том же месте где они у нас были поэтому мы можем по такому и не то очень легко отличать блочные строчные элементы на нашей странице если очень просто сказать то то что имеет фиксированные значения ширины и высоты это блочные элементы то что не имеет это у нас будут строчные в целом следующий наш этап с вами это посмотреть блочную модель и после этого мы с вами будем анализировать то что у нас есть на страничке в данный момент чуть подробнее ознакомиться с тем что у нас сейчас с вами уже создана уже написано на текущий момент мы уже выяснили что у каждого элемента html есть некий блок есть некий блок который его окружает контейнер в котором он находится в целом блоки нас состоят из нескольких по сути отдельных слоев этими слоями мы можем с вами управлять управлять особо с помощью css за счет этого мы можем их размещать так как нам нужно менять их расположение относительно друг друга и оформлять самыми разными способами из чего у нас состоят наши элементы это ширина высота границы отступа поля чуть подробно будем с вами рассмотреть на следующем слайде заодно поговорим про то как это у нас задается если вы на данный момент переключили инспектор элементов которые мы смотрели с вами до этого через правую кнопку мышки в браузере на русский язык то соответственно у вас может отображаться на русском языке и тогда для вас присутствует вариант слева если вы придерживайтесь разработки и тестирование на английском языке как правильнее было бы то тогда мы с вами рассматриваем правый вариант и так что мы с вами выйти у нас есть контент контент у нас всегда помещается в центре он у нас имеет два параметра ширина и высота можете представить коробку можете представить какую-то картину у это изображение какую-то картинку есть параметр ширины и высоты помимо этого у нас в нашем контенте есть еще несколько элементов которые окружают его внутри нас есть некий контейнер которому находится наш контент может быть контент быть равен всей ширине контейнера может может быть чуть меньше может но больше не может поскольку тогда у нас уже не вписывается в рамки нашего контейнера и это противоречит по крайней мере логике нужно будет увеличивать размер контейнера и у вас будет верстка когда правильная до этого у вас будет отображаться кривенько внутренний отступ то есть от края контейнера до содержимого внутреннее пространство нашей коробки это паттинг или внутренний отступ паттинг соответственно у нас может быть верхней правой нижней левой в зависимости от того что нам нужно задать по аналогии у нас есть border border рамка или граница она нам нужна как раз таки чтобы фактически понимать где у нас проходят разграничения между шириной нашего контейнера и высотой и шириной и высотой самого контента вот самой рамки от самой нашей коробки от нашей картинки у нас есть еще один отступ это margin это внешний отступ до соседнего содержимого если мы поставим возьмем какой-нибудь пищевой контейнер положим его рядом с другим пищевым контейнером между ними есть отступ это внешние отступы это margin у них есть граница которую мы можем просто видеть или бы не видеть фактически и у нас есть внутренний отступ до содержимого то того что мы положим в этот контейнер вот такой принцип у нас здесь сохраняется это блочная модель естественно что мы можем с ней работать в том числе давайте пока раз мы познакомились с блочной модели немножечко поанализируем наш сайт на предмет того применяется ли нас блочная модель если применяется то соответственно где как каком виде итак открываем просмотр кода и мы можем с вами чуть-чуть сдвинуть для удобства поясню зачем сдвинуть можете не сдвигать можете пролистать вниз вот этот нижний блок точнее не пролистать моем случае надо раскрыть побольше и вы увидите вот здесь вот вот такой вот модель комбочную которая нам нужна для того чтобы было проще визуально вам показывать я просто увеличу размеры своего экрана так чтобы у меня вот эта вкладка ставил со стилями которые мы анализировали с вами до этого она у нас была справа и мы могли вместе с вами видеть код и те стиле которые у нас применяются вместе с примером блочной модели итак у нас есть с вами глобально html вский так в тима левский так и самый первый с которым мы начинаем и мы уже знаем с вами что юзер и чем ставил счет это таблица стиля определяемая нашим браузером в нем у нас задаются определенные свойства видим здесь свойства дисплей блок то есть сам html вский блок html вский так основной все содержимое нашей страницы уже является блочным элементом но поскольку это блочный элемент у которого нету какого-то значения он занимает все пространство все пространство чего все пространство которое доступно ему в браузере заполняет все что есть у нас поэтому у него нету никакого не марджина нету не борту не падинга и есть только размеры размеры которые генерируются автоматически изменяя размер экрана я соответственно получаю другое значение само собой заполняет и становится больше либо меньше если подвигать то мы увидим что он нас уменьшается чуть-чуть надо сдвинуть то увидим что у нас увеличивается значение и да можно навести на центр у нас будет подсвечиваться синеньким это наш контент цвета у нас не меняются остается всегда одни и те же которые базово заданы для того чтобы понимать где у нас что находится и так блочный элемент 1 который у нас уже есть на странице как у нас не отображается поэтому у него стоит дисплей но у нас не показывается на страничке дальше body можем кликнуть на него и на страничке когда я навожу на body мы уже с вами обращали внимание что есть некая такая вот желтенькая правильность как не желтенькая такая оранжевенькая немножко болта оранжевая наверно рамка рядом с синим синее это наш контент синие это все наши содержимое body ровно по синему содержимому у нас сейчас виден он нашего первого заголовка которую мы задавали черным не больше не до этого я перезапускаю демонстрацию экрана просто замолчали нет нет должно быть видно все почти вот так вот у нас кирилл добавился дроби как и зачем я давно был и или в самом начале был до действительного который у нас тогда просил просил ссылку светлана это напосил ссылку всем видео ведь у вас тоже так нас тогда переключусь на чат можно было увидеть вас в чате кто-то что-то будет писать в body мы с вами видим соответственно то что есть оранжевенькая рамка вокруг нашего содержимого и заголовок один то что у нас фон его занимает все пространство внутри синенького то есть внутри нашего контента оранжевенькая то что мы видим по бокам это маршин то есть наш внешний отступ который установлен для нашего контейнера контейнера будет поскольку более у нас тоже блочные элементы отображается как блочный дисплей стоит блок по сути нас html занимает все пространство воде делает отступу 8 пикселей от того что у нас есть и занимает тоже все остальное пространство далее мы можем с вами посмотреть на наш текст привет мир который у нас есть он у нас подсвечивается просто синеньким и заметишь что если я на него нажму то здесь у меня не появляется никакой модельки потому что это у нас строчный элемент эта строка мы можем дописать еще что-либо сюда допустим я привет мир скопирую и продублирую много 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 раз что мы увидим с вами мы увидим что у нас добавляется новый привет мир единственное что у нас стоит сейчас с вами свойства для вот и вот это привык поэтому у нас превращается в то что мы изначально с вами написали то есть я же переносил строчку когда добавлял без привык по у нас мы видим что отображается как строка которая когда заканчивается переносит ее на следующую если я сейчас верну то есть увеличу количество пространства на страничке тогда увидим что здесь стал не 4 строки ответ привет мир умещается переходим вниз и продолжаем заполнять при этом выравнивается по центру опять же поскольку мы задавали такое свойство все с прошлом это мы посмотрели следующий момент у нас заголовок заголовок один нас отображается следующим образом нас есть синенькая опять же наше содержимое наш контент который мы с вами задавали при этом когда мы с вами впервые говорили про заголовки была такая фраза от меня о том то что они добавляют некий отступ отступ который работает по принципу абзаца абзац на вот тут что я имел ввиду технически это марджин марджин который задается сверху и снизу почему абзац ты потому что у абзаца создается тоже марджин сверху и снизу но по размеру они могут незначительно отличаться для начального изучения понимания в принципе так проще понять как абзац раз добавлять сверху и снизу он тоже является нас фактически как бы абзаца мы можем с вами конечно же переопределять все эти свойства и будем это делать сегодня в том числе заголовок 2 заголовок 3 заголовок 45 принципе аналогично у них меньше марджин то есть пример заголовок 4 марджин значение 10 заголовок 2 19 почти 20 заголовок 5 13 них разное значение в зависимости опять же от их масштаба от того что задается марджин сейчас задает автоматически сам браузер не я это задаю него и в разделе юзер пейджин ставишь и таблицы стиля определяем браузером мы видим с вами что здесь стоит марджин марджин блок старт и здесь видим значение 167 и м м это относительная единица про которую мы с вами говорили относительно ширины родительского шрифта или текущего шрифта в нашем случае текущего случае тахома ареал сталкиваемся от него дальше у нас еще из элементов про которые мы с вами говорили и создавали было pp это абзац абзац сам по себе является тоже блочным элементом дисплей блок стоит плюс видим блочную модель ну и абзац на вот что абзац но чтоб это 16 пикселей в марджине да если мы не задаем какое-то фиксированное значение единиц измерения просто указав число это конечно не совсем корректно но браузер будет считать что вы хоть имели ввиду пикселя то есть если вы видите 16 16 пиксель в блочной модели здесь в инспекторе элементов в стилях вы не увидите единицу измерения вы увидите фактическое отображение которое пересчитано в пикселях то есть мы видим здесь 16 пикселей при этом здесь значение стоит один день то есть она пересчитывает в любом случае пикселя выводит по нашему кранчику дальше идет строка с строкой в принципе никаких нюансов то что обычный текст он отображается на страничке как текст и генерирует внутри себя строчный контейнер и м сайт нас был так с вами у нас отображается автоматически его размер то есть он у нас не является блочным элементом по сути своей он является таким вот грубо говоря что-то среднее фактически фактически если мы вернемся с вами к презентации допустим мы посмотрим то и м у нас относится к строке строке но для него у нас отображается блочная модель просто позиции того что у нас автоматически издается размер ширины и высоты но мы не видим с вами нигде чтобы у нас стояла дисплей блок то есть это не отображается как блок отображается у нас все-таки как строка дальше просто обычный текст строка бр перенос опять же бр сам по себе у нас тоже не является переноса и является таком отвечающим за переносы не является блочным элементом он является нас строчным поскольку у него нету какого-то фиксированного значения все стоит здесь авто сам контент но его и нету как такового контента это просто перенос если мы говорим с вами допустим про саб или саб можно посмотреть и кто здесь тоже мы видим что это тоже у нас текст здесь них нету фиксированного размера генерируем контейнер строчный и генерируется автоматически ну и в принципе на этом все мы остальные сам будет то же самое я думаю что здесь нас не особо что-то должно пугать итак теперь когда мы посмотрели по анализировали наш сайт на текущий момент мы можем с вами это масштаб не пугайтесь отображается так я просто увеличивал намеренно что было вам проще видно и все показать возвращаемся к тому что у нас с вами было презентации на вот эту нашу часть и мы можем с вами переопределять какое-то значение которое нам нужно здесь у нас есть несколько вариантов мы можем с вами определять давайте сразу на практике наверно пробовать давайте проще будет действительно вам сразу потрогать это руками открываем css открываем да открываем ручку чтобы было вас визуально видно если вы там с телефона например как валерий что предупредил то можете само собой не поднимать если нужно будет дождать немножко там мы подождем узы для того что я пока что ненадолго получился в деревне пока в деревне у меня все нормально ничего страшного я понимаю то что могут быть дела могут быть планы поэтому если есть возможность хотя бы так они служат уже уже неплохо возможно даже не придется пересматривать увидел антон тоже поднял светлана и давайте пока еще дождем немножко время пару минут максимум все тоже загрузилось все открыли и давайте попробуем это применить на практике так добрый вечер я тут у вас за ирину я личная помощница вы уж извините пожалуйста она пока что отсутствует человек на работе когда появится тогда появится добрый вечер хорошо спасибо что предупредили тогда ирину ждем да всем спасибо большое пожалуйста когда у нас остается светлана давайте пока немножко подождем мы будем начинать я так понимаю что можем начинать открыли все готово хорошо у нас с вами мы точно знаем что у нас есть некий h1 который отображается как блочный элемент мы задали ему фон черный с белым текстом и соответственно можем теперь попробовать работать с ним в плане отступов они ширины высоты и всего остального наш контейнер сам по себе он уже создан мы можем его попробовать с вами ограничить добавив ему свойства ширины ширина будет задаем это фиксированное значение которое нас интересует допустим 500 500 пикселей добавили сохраняем открываем нашу страничку и смотрим теперь как он у нас отображается теперь он у нас отображается в виде 500 пикселей по нашему размеру давайте чтобы был чуть-чуть лучше я вот так вот уберу давайте чтобы у нас было вот так вот видно 500 пикселей сам наш блок сейчас занимает он теперь не растягивается на весь размер но при этом здесь ничего не отображается он все равно у нас вытесняет все в бок если мы посмотрим код страницы то мы увидим что несмотря на то что мы с вами сделали он у нас занимает все пространство которое есть добавляется как бы оранжевый и от добавляется марджин на самом деле марджин для него сейчас букву справа не добавляется если мы посмотрим то марджин только сверху и снизу справа его нету это то что наш блок является наш наш блок является контейнером блочным и у нас вытесняет все в бок хорошо если мы с вами применяем сейчас то свойство которое у нас было для более а именно выравнивание всего и всякого по центру что же у нас с вами происходит мы уже видели результат то есть у нас вроде как бы все по центру но блок у нас так тактично игнорирует а на самом деле он не игнорирует и выполняет все корректно что я имею ввиду блок сам по себе у нас не центруется через текст line текст line у нас в принципе отвечает за выравнивание текста выравнивание текста по центру текст внутри контейнера у нас выровнялся по центру слева и справа у нас одинаковое расстояние если я убираю текст line то он оказывается снова по левому краю если я сейчас вместо центра допустим веду право то мы с вами получим вот такой вот результат все сместилось вправо и соответственно внутри контейнера тоже произошло смещение прав как же тогда его двигать поэтому с вами поговорим немножечко попозже когда дойдем до позиционирования ну дойдем сегодня поэтому скоро все нас с вами ждет помимо ширины мы можем с вами регулировать высоту да кстати говоря давайте посмотрим убедимся что у нас теперь ширина получны наши модельки записывается видим что здесь теперь размер 500 у нас четко фиксирован 38 это уже задавали не мы теперь давайте зададим высоту высота и поставим значение высота значение допустим поставим 50 пикселей обновляем видим что у нас увеличился наш блок может быть не настолько заметно давайте на 50 давайте поставим 150 чтобы явно заметно блок у нас увеличился теперь заголовок один у нас выражается как 500 на 150 пикселей на нашей странице плюс у него есть марджин марджин по 21 440 сверху и снизу от нашего содержимого хорошо если мы с вами сейчас добились вот такого вот результата и видим что у нас текст выравнивается по центру но мы хотим чтобы у нас не был так близко к краю нашего заголовка мы можем использовать с вами внутренний отступ внутренний отступ это паддинг видим что у нас должен отображаться зелененьким сейчас у нас его нету стоит везде прочерк что касается установки любых значений для паддинг бордер или марджин как это происходит давайте с вами пробовать первый наш вариант мы можем мы можем для h1 установить один тире и поставить конкретное значение стороны которая нас интересует вверх-вниз право-лево то есть любое то что нас интересует меня интересует вверх вверх это топ а сверху я хочу поставить отступ в 20 пикселей такой достаточно большой заметный чтобы его было видно добавили сохранили открываем видим что у нас текст теперь опустился вниз теперь при исследовании нашего заголовка мы видим что появилась паддинг нас 20 пикселей сверху сверху и мы можем принципе его визуально наблюдать зелененькая наша часть это пайл хорошо давайте попробуем добавить еще несколько пайлингов лево лево 30 пикселей давайте так делаем низ 40 пикселей 50 пикселей сохраняем топ-лэфт ботом видим что наш текст изменился теперь видим что здесь нас стоят паддинги они неодинаковые 20 50 40 30 то что мы с вами задали согласно тем значениям которые мы с вами вводили и то мы в принципе не получили это наш паддинг но если мы хотим с вами практиковать сразу более правильный вариант разработки более корректный то нам необходимо память научиться делать короткую запись упрощенную который бы не занималась только много строк кода поскольку нам явно неоправданно четыре строчки отвести просто на установку паддинга паддинг и маржин у нас будет использоваться постоянно вместе с бордер тоже поэтому при веб разработки я имею да у вас конечно же не будет прям супер просто постоянке использоваться а поскольку дальше мы очень скоро уже будет переходить с вами к непосредственно тестированию поэтому мы с вами принимаем сразу более короткий вариант мы можем задать с вами просто паддинг паддинг 1 и поставить например 20 пикселей что это будет значит это значит что мы хотим применить значение по винг 20 пикселей ко всем четырем сторонам просто значение одно если мы укажем это будет все четыре стороны один к 20 пикселей сейчас нас понадоб еще один вариант который у нас может быть это если мы хотим например установить с вами не для всех четырех сторон а для всех четырех сторон до только разные значения не везде по 20 а свое значение здесь у нас применяется простое правило обозначение значений по часовой стрелке вверх право низ лево лево начинаем всегда сверху вверх право низ лево и задаем нужное нам значение давайте сделаем так 20 пробел 30 пробел 40 пробел 50 на одной строчке 20 вверх 30 право 40 низ 50 50 лево полный круг замкнули все написали сохраняем открываем обновляем страничку смотрим что у нас с вами получилось теперь у нас паддинг 20 30 30 справа 40 снизу и 50 слева по часовой стрелке задаем значение которое нам нужно здесь указать после этого видим что у нас все корректно отображается все корректно выглядит и можем уже взаимодействовать с нашей страничкой как мы и хотели изначально хорошо если какой то еще вариант да есть если мы хотим задать одно значение ну логично что мы можем указать 1 клефт например ли по 1 край но если мы хотим задать два значения например верх и низ или например лево и право тогда мы можем применять с вами по парное значение если мы с вами хотим например какие то не парные значения тогда мы можем применять нолики то есть паддинг допустим 0 30 40 50 0 сверху 30 40 50 у нас будет применяться открываем обновляем смотрим текст наверху ну и соответственно верхний низ атом 30 40 50 это все установлен вариант по парной установки это когда мы оставляем только два значения только два значения например 20 пикселей 50 20 пикселей 50 пикселей открываем смотрим то у нас произошло 20 сверху и снизу 50 слева и справа то есть сначала задаем вверх и низ потом лево право если нам нужно что-то одно то можем использовать опять же сокращенную запись можем поставить ноль это будет вверх и низ 50 будет лево право принцип тот же самый часовая стрелка начинаем всегда сверху если парная попарная то они параллельные стороны вверх-низ потом перемещаемся направо парная будет ей соответственно лево 50 слева справа сверху снизу не задано в нашем случае вот такой вот вариант все то же самое применимо для border все то же самое применимо для margin если мы хотим получить какой-то результат свой мы можем менять значение по тем же самым правилам давайте попробуем сделать следующее сейчас у нас у body у body есть марджин по 8 пикселей мы не хотим чтобы вот этот вот уступ был поэтому мы его с вами уберем то есть обнулим поставим нолик заходим в наш код и в body мы прописываем margin двоеточие ноль точка запятой почему я не пишу единицу измерения мы можем указать единицу измерения но по сути это просто лишняя нагрузка лишнее увеличение объема файла поскольку ноль в любой единице измерения это ноль ноль процентов ноль пикселей ноль емов все равно будет ноль плюс браузер по умолчанию будет считать за пиксели и тем самым чуть быстрее отработает чем если бы указали там ноль ем он бы пытался перевести ем и в пиксели потом это отрисовать и дополнительно увеличивать нагрузку поэтому ноль допускается написание без всяких соответствующих единиц измерения что мы с вами видим что теперь в body у нас убралось отступ наш убрался и теперь у нас сплошняком идет наш контейнер по левому краю без всяких отступов без всяких пробелов смотрим код видим этим body ну и видим что маржин 8 пикселей у нас зачеркнута и соответственно маржин в нашей блочной модели у нас отсутствует стоят везде прочешки хорошо работает можем с вами попробовать идти к следующему нашему элементу что мы можем с вами сделать а еще ну то есть будем использовать говорю мы попробовали с вами с паддингом с маржином будет все то же самое с border тоже самое но возникает зачем вопрос зачем нам нужна рамка зачем нам нужна border border мы можем использовать как прямом так в принципе их переносном давайте попробуем зададим рамку для вот этого нашего основе текущего блока и посмотрим что она у нас делает border и поставим с вами значение кое мы хотим с вами давайте пять пикселей большую рамку сохраняем открываем анализируем ничего не ничего не может быть мы сделали что-то не самом деле сделали все так смотрим на h1 открываем пролистываем border не зато должен быть пять пикселей нету почек почему может быть неправильно заданно смотрим смотрим мы применили к h1 а нет мы применили мы применили боди даже если перенесем сейчас я вечером видимо ошибаюсь не туда добавляя добавим сюда border пять пикселей добавили открываем смотрим что у нас получилось то же самое визуально ничего не изменилось пролистываем может быть что-то мы сделали не так h1 border пять пикселей исключательного знака не горит размер указан можем отключить включить визуально ничего не меняется на модельке нету дело в том что border и некоторое такое скажем особенное свойство то что border у нас изначально невидимая и мы соответственно невидимый элемент с пять пикселей у нас никак тоже не будет отображаться border сам по себе не является отступом это в прямом смысле рамка поэтому чтобы ее увидеть нам нужно задать еще несколько свойств как минимум одно это тип отображения самый простой вариант это solid 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 это прямая линия без всяких прерываний то есть просто обычная линия сохраняем и смотрим что у нас теперь изменится на нашей страничке теперь у нас появилась рамка появилась рамка как минимум появился такой вот визуально ну насчет того что это рамка можем убедиться с вами пролистал вниз и увидев что вот она border подсвечивается прям желтенький адресов об этом чуть-чуть с небольшим уменьшением но практически это у нас пять пикселей здесь мы получаем нужный нам результат который мы хотим с вами единственный нюанс это цвет какого она у нас цвета если мы ее не видим дело в том что рамка по умолчанию принимает свойства цвета содержимого внутреннего нашего контейнера если у нас здесь есть цвет а для цвета мы определили color то она его перенимает на себя у нас стоит color white соответственно border считает что она тоже должна быть color white но конечно же можем переопределить тут же здесь же сразу замечу что мы делаем сокращенную запись то есть мы не пишем что border пять пикселей border solid border отдельно цвет мы с вами сразу пишем все по одну строчку используем краткую запись и уже оптимизируем наш код solid и указываем цвет например красный любой любой цветовой модельки которая у нас поддерживается браузером я просто укажу цвет красный открываем видим что рамка у нас стала красной раз рамка стала красной значит мы сделали все с вами правильно и визуально она у нас отображается для чего можно еще рамку использовать ну на перспективу целом рамку мы можем использовать например для скругления углов так чтобы получить более красиво это визуальный эффект то есть можем скруглить углы нашего контейнера получив его более гладкие это может быть для скругления кнопочек скругление скругление углов картин скругление меню да в принципе чего угодно это может быть физическая рамка то есть можем поставить там прерывистую всякие черточки у нас это будет красиво отделять наши блоки между собой можно прям в прямом смысле использовать как рамку для изображения какую придумать сделать заменить стилями добиться нужного эффекта и получить красивый результат по итог можно применять и и в прямом и в переносном смысле с этим мы с вами еще немножечко попозже но тоже том или ином виде столкнемся что мы можем теперь с вами сделать еще мы познакомились с маршином познакомились бортер спали у контента задали ширину и высоту давайте теперь попробуем создать свой первый свой контейнер для этого мы применяем с вами так где и после этого давайте посмотрим здесь есть на странице нам предлагает создать простую страничку точным элементом мы не будем создавать новую страницу мы будем работать естественно в этой же создаем div контейнер и можем вы сделать пустым каким-то текстом дальше справа это все с скот и здесь нам предлагается изменить ему он давайте попробуем давайте попробуем это и делаем заходим пайчар пролистываем вниз пролистываемся вниз находим 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 и нибудь делом нравится можно внизу можно наверху можно прямо добавляем контейнер div div и пока что сделаем выпуск храняем смотрим добавляем страничку визуально что-то поменялось нет ничего не поменялось смотрим код страницы пролистываем вниз находим div где он ну вот же он вы увидите я его не вижу и потому что его у нас нет нету потому что он у нас формально сдается какими-то размерами но он никак не отрисовывается не отрисовывается просто потому что он пустой в нем во-первых ничего нет а во-вторых мы не задали какие свойства поэтому он будет однозначно у нас пустой давайте перенесем вниз и введем какой-нибудь кто-нибудь идем любой текст сохраняем страничку смотрим что у нас получилось надавился любой текст сейчас я могу попробовать этот текст продублировать продублировать неоднократно что будет у нас происходить добавили он у нас увеличивается то есть сам текст находящийся внутри diva у нас является строкой строкой которая вписана внутри определенного контейнера внутрь diva div является у нас блочным элементом дисплей блок а вот сам текст внутри него в данный момент является естественно просто обычным текстом строкой поскольку строка генерировать себя автоматически мы можем с вами влиять сейчас не на строку а на контейнер для того чтобы нам было проще понять приятнее удобнее работать дальше мы сейчас просто напросто перекрасим наш контейнер то что нам предлагалось сделать презентация это мы обращаемся к нашему контейнеру нашему тегу в качестве селектора выбираем div открываем фигурные скобки и говорим что мы хотим сделать мы хотим сделать background color и я хочу какой-то конкретный цвет розовый пусть будет обновляем видим что у нас покрасился в розовый цвет при этом он у нас генерирует сейчас размер самостоятельно у боди ничего нету никакого сейчас у html само собой но быть занимает всю страничку ширину страниц а высоту генерирует автоматически на основании того что нас есть вот здесь вот вот здесь вот закрался пробел тот выделяется поэтому как бы пустую строчку наверху хотя хотя там у нас ничего нету честно сказать где я здесь вот скорее всего он вот это посчитал за перенос поскольку у нас с вами стоит то самое свойство которое за это отвечает при фрэп направляем вот 1 строка и все у нас логично 15 прошу мы это с вами уже знает это с вами уже пробовали в рамках того чтобы делать это давайте смотреть дальше презентацию тихоньку подвигаться по нашей тематике мы можем изменить ширину увеличить высоту с границами отступ в принципе вы все это уже знаете давайте быстренько какие-то произвольные значения и потом пойдем дальше говорим что поставил css помимо фона я хочу чтобы была высота значение 200 пикселей и ширина с значением 200 пикселей квадрат сохраняем смотрим что на точь за счет того что нас это теперь имеет контейнер четкое ограничение строка подстроилась так сказать под текущую ситуацию она у нас просто-напросто теперь вписывается в рамки нашего контейнер при этом здесь и может изначально показаться что есть некий отступ внутри но на самом деле никакого нету это просто строка сама посчитала что после слова любое но вот в это расстояние уже не поместится слово текст поэтому надо переносить вниз и перенесла у нас в варианте который у нас есть сейчас теперь мы можем с вами влиять на отступы внутренние и внешние добавим с вами внутренний отступ margin и точнее сначала давайте паддинг искал внутренний отступ мысли идут чуть впереди меня паддинг в 10 пикселей 10 пикселей добавили теперь видим что наш текст вместился от края еще на 10 пикселей на 10 пикселей со всех сторон со всех сторон паддинг 10 пикселей отображается у нас зеленый хорошо но сейчас наш контейнер прям таки можно сказать прилип вот к нашему вышестоящему тексту и хочу добавить много пробелов мы можем его отодвинуть добавив ему margin margin с верхнего края и допустим с левого края как это у нас будет выглядеть margin начинаем с верхнего края я хочу сдвинуть на 30 пикселей справа 0 вниз 0 слева 50 пикселей с охраняем открываем смотрим на наш результат теперь наш контейнер сдвинулся от левого края страницы на 50 пикселей сверху на 30 пикселей другие значения у нас не заданы то есть стоит нолик и стоит соответственно прочерк при этом внутри текст отступает от границы с режимом от границы нашего контейнера на 10 пикселей можем добавить с вами border если хотим так чтобы визуально тоже у нас отображалась border 1 пиксель 1 пиксель можем не задавать ничего поскольку у нас применится по умолчанию черный цвет видим что у нас добавилась такая небольшая черная рамка черная рамка итак теперь когда у нас с вами есть все необходимое можем с вами задаваться следующим вопросом следующим вопросом а как сдвинуть наш блок как им можем управлять для этого у нас существует собственно говоря css позиционирование в позиционировании мы можем использовать с вами несколько вариантов это свойство позицион с значениями статик ну эти абсолют и фикс статик статическое значение относительное это абсолютная фиксированная фикс как они работают что за что отвечает как двигать наши блоки мы посмотрим с вами после перерыва а то перерыва мы немножечко займемся с вами одной подготовкой поскольку у нас сейчас есть блок один и с ним удобно нам работать но мы с вами в дальнейшем будем пробовать работать с двумя тремя четырьмя пятью блоками дальше для того чтобы мы могли дальше с ними управляться также мы должны как-то уже обращаться не просто к диву а к какому-то определенному именно контейнеру который мы как-то можем назвать сам если вы вспомните до этого мы с вами когда у вас было в прошлый раз презентация поведения в css у нас был такой слайдик с тем что может выступать в качестве селектора и в том числе там был пример классов айдишник класс это соответственно то что мы применяем в качестве код определенного класса айдишник это наш идентификатор они у нас схожи в принципе в использовании разница в том как мы будем к ним обращаться если мы создадим еще сейчас один контейнер тиф то мы не можем применить к нему сейчас другие свойства базово но мы можем с вами добавить к нашему контейнеру какой-то класс или айди и получить это значение уже в css получить если использовать класс и давайте придумываем название его его это у нас ping допустим класс ping если мы используем класс в css мы будем обращаться уже не к диву а к этому классу класс в css начинается у нас с точки и после этого мы вводим название класса название класса ping точка ping сохраняем открываем ну и видим что в принципе ничего не изменилось значит свойства наши применились значит теперь для нашего контейнера с классом ping у нас вставил css применяется уже ping вот он с теми же самыми свойствами если мы использовали не класс а айдешник идентификатор айди вместо класса давайте я пропишу айди найти то в css тогда нужно обращаться к нему по-другому и так сейчас сохранить сохраняем и давайте вернемся вставил css через точку мы обращаемся в классе к идентификатору мы начинаем с решетки добавляем решетку после этого вводим название нашего идентификатора ping открываем сохраняем вернее сначала потом открываем обновляем ну и смотрим наш результат div id ping и здесь мы уже применяем к решеточке пинку те же самые свойства которые нас интересуют помимо того что мы отличая есть отличие в названии и принципе обращение к ним есть конечно же еще разница разница в том что класс мы можем миксовать несколько классов между собой мы можем css придумать какой-то отдельный класс использовать потом еще несколько других а в индексе мы можем прописать сразу несколько класс pink black triangle розово-черный треугольник то есть мы применяем допустим розовый контейнер треугольник внешний вид треугольника и применяем там не знаю черный цвет текста миксуем три разных класса объединяем в один и тогда к нашему контейнеру применится свойства трех отдельных классов вместе с идентификатором такого не получится сделать плюс если класса мы можем миксовать то они у нас также могут еще и повторяться на странице у нас может быть на странице десять допустим каких-то контейнеров с названием класс pink но если мы используем айдишник у нас он должен быть один раз на странице то есть айди это уникальный элемент он у нас не должен повторяться очень хорошо работает здесь пример с интернет-магазин когда вы заходите в любой интернет-магазин вы знаете что у вас есть сотни тысяч товаров товары все базово похожи друг на друга чем у них есть карточка карточка товара это класс он может повторяться вы можете вывести на странице с товарами 10 товаров 100 товаров 200 товаров класс он будет один и тот же но какой бы ни был товар похож друг на друга у него всегда есть свой уникальный идентификатор 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 по которому мы можем допустим в других уже технологиях не в html css например в джаваскрипте мы можем работать с ними уже вытаскивать нужное значение и он у нас будет как раз таки уникальным по нему мы можем что-либо определить можно использовать вместе в принципе в одном контейнере и айди и класс например вы используете класс для того чтобы задать все что-то и айди чтобы этот элемент потом выцеплять допустим при нажатии сейчас вы этих более сложных моментов касаться конечно же на нашем курсе не будете поскольку вы не про мент разработчики в принципе тестировщики но в общем виде различия тоже нужно понимать айди у нас уникальный класс может повторяться и комбинироваться между собой нашем случае нам не принципиально что это будет айдишник или класс раз пока сейчас айди давайте будет оставим в виде айди пойдем с вами на перерыв ну и после перерыва будем говорить с вами про позиционирование будем пробовать двигать смещать элементы и с ними уже потом работать если у вас есть какие то вопросы напишите скажите пожалуйста об этом если нет то подумайте может у вас на перерыве не появится можете написать в процессе перерыва ну и потом мы с вами будем продолжать итак мы с вами остановились на том что у нас есть классы есть айдишники и мы можем с ними работать посредством создание их сначала и потом обращение в css так вот теперь мы с вами говорим про css позиционирование немножечко вспоминаем что было до этого у нас есть позиционирование с различными свойствами статичное относительное абсолютное и фиксированное чем они отличаются как они работают мы сейчас с вами посмотрим попробуем со всеми работать и и соответственно получить тот или иной результат итак абсолютное позиционирование абсолютное позиционирование естественно что у нас используется с позицию позицию абсолют позволяет нам управлять позиции как ни странно звучит нашего элемента задавая следующие отдельные элементы top, right, bottom и left смещение позиционированного элемента ответственно от левого, верхнего, правого и нижнего края давайте посмотрим как это работает позиция абсолют у нас есть наш контейнер мы применяем к нему значение позицию применяем и пока что посмотрим что произошло на странице внешне не поменялось практически ничего кроме того что у нас теперь внизу нету как бы пустого места он у нас вот здесь вот сейчас зафиксирован и находится на этом месте хорошо давайте попробуем зададим какое-то значение посмотрим как у нас будет двигаться мы задаем с вами top для верха right для право bottom для низа и left для лево например top 200 пикселей открываем страничку обновляем ну и смотрим что у нас произошло теперь наш элемент сместился на 200 пикселей на 200 пикселей а откуда на 200 пикселей вот соответственно нашего верха 200 пикселей сверху если мы сейчас его поднимем еще выше не 200 пикселей а 100 пикселей с верхнего края вступить попросим то увидим с вами следующее что он у нас накладывается на другой контейнер накладывается на текст на какое-то другое содержимое если вы когда-нибудь работали со слоями в любом графическом редакторе обработали фотографии или пробовали логотипы рисовать то вы знакомы с тем как они работают у нас есть элемент спереди есть элемент сзади для того чтобы менять расположение мы должны как бы перемешивать между собой слои то есть что-то назад что-то наверх здесь мы можем сделать в css с вами то же самое и управлять номером слоя то есть что будет сверху что будет снизу в нашем случае вот этот блок сейчас мы можем попросить его переместиться на низ то есть когда мы с вами применили position absolute мы вынесли наш блок как бы за пределы основного нашего холста за пределы нашего основного слоя на котором все остальное расположено и давайте попробуем теперь изменим его позицию по отношению к другому элементу здесь нам нужно вспомнить немножечко школьную математику и то что у нас есть несколько осей ось x ось y это по сути ширина и высота нашего элемента но у нас есть еще также третья ось это ось z которая у нас отвечает за глубину или за дальность нашего объекта его расположение относительно друг друга здесь у нас тоже есть такое значение как z-индекс z-индекс позволяет нам установить как раз таки расположение нашего элемента например я поставлю ноль ноль и все здесь не пикселей ничего это номер нашего слоя ноль открываем обновляем страничку видим что у нас внешне ничего не поменялось но почему так ведь если мы с вами все поставили должно работать наверх поставим значение больше 2 меняется ничего не по сути наш сейчас текст наш блок поставить просто сверху может быть я вас обманул z-индекс не работает давайте в этот момент посмотрим открываем допустим альбом про который он говорил находим здесь z-индекс открываем находим применяется все с 3 хорошо браузеры все свеженькие никаких проблем под значение по умолчанию автоматически применяется к любым позиционированным элементам и тут по с вами на самом деле понимаем уже первый наш нюанс мы с вами не позиционировали другие элементы мы сделали позицию только этого позицию задали для вот этого элемента позицию мы не применяли соответственно он у нас не участвует в нашем управлении слоями и z-индекс к нему не применяется никак и дальше мы применяем z-индекс число или авто inherit это наследуется это просто общая информация авто по умолчанию какое-то число важный момент что позицию должно быть у это либо абсолют либо фикс либо крылайте ну и давайте собственно говоря теперь это сделаем переместимся в html создадим еще один контейнер давайте для примера создадим с классом класс желтый и здесь создадим мой текст зайдем в стиле и теперь обратимся с вами к нашему классу желтый делал и применяем следующее свойство background павлов делал следующее применим с вами ширину и высоту давайте ширину на 100 пикселей поставим давайте тоже квадрат сделаем ширину 100 пикселей высота 100 пикселей давайте посмотрим как он у нас выглядит вот он у нас внизу вот у нас внизу а и у вас я не сохранил ширину высоту так и давайте посмотрим вот собственно говоря наш а действительно высоту применили ширину weight weight это не ширина это вес это вес вес это например font weight имеется ввиду если мы хотим поставить чтобы у нас был болт или норму я уже видимо под вечер и сказывается усталость сегодняшнего дня вот прошу прощения это у нас будет вот такое вот значение будет будет и задаем пиксели так у нас получился желтенький квадратик а желтенький квадратик для примера давайте поднимем padding 25 пиксель они у нас выглядит внутри отступили от края контейнера пять пикселей текст у нас с вами немножечко сместился хорошо давайте теперь применим ему то же самое position absolute absolute и передвинем тоже наверх 150 пикселей так что он был вместе таким блоком вот так сейчас выглядит три блока на страничке вместе отображаются поскольку самый нижний у нас мы не можем управлять им а здесь у нас уже применилась z-индекс z-индекс вот этому вот блоку к розовеньку z-индекс 2 если мы с вами поставим z-индекс допустим здесь здесь z-индекс поставим больше двойки допустим тройку то тогда yellow будет поверх pink то есть желтый поверх розового а розовый окажется на фоне ну и соответственно наоборот логично что начинать надо конечно же не с двойки то есть должно быть тогда вот так один два либо наоборот как-то по-другому это тот вариант когда нам нужно два контейнера мы их во-первых сдвинули и получаем тот результат который мы хотим за счет того что мы теперь вынесли их из общего фона из общего нашего холста и можем имя управлять как заблагорассоваться мы можем конечно же с вами их теперь позиционировать тоже хотим то есть можем не только топ сделать можем сделать еще от левого края например я хочу отступить на сколько у нас другой блок 200 пикселей соответственно я хочу там на 170 пикселей сделать вот так на 170 пикселей и таким образом мы с вами позиционируем наш элемент мы его отодвинули он у нас пересекает вынесли его на верхний план и при этом они являются блочными элементами но они не выталкивают друг друга не выталкивают друг друга из-за того что они являются формально находятся формально на разных слоях хоть мы это и видим с вами уже как итоговый рендер итоговый вариант странички с которым мы сейчас с вами и работаем хорошо это наш пример абсолютного позиционирования от нижнего края от левого я не буду пробовать от правого точнее принцип будет у нас тот же самый да важный момент мы можем с вами использовать отрицательные значения при необходимости можем поставить смещение от нижнего края допустим на минус 50 то есть это по сути наоборот положение будем смещать вниз не от низа а наоборот вниз не наверх перемещать а вниз это мы можем тоже с вами сделать мы применяем конечно же чаще всего физические единицы пример пункты можем применять но в нашем варианте применяем конечно же чаще все таки визуал визуал в плане пикселей в плане геймов процентов как относительно так и абсолют ну и то что я уже сказал что значения могут быть как положительные так и соответственно отрицательные ну и пример абсолютного позиционирования два блока класс абсолют класс абсолют 2 абсолют ширина высота для точнее это для дивов оба див контейнера у нас позицион будут абсолют но при этом для разных классов для класса абсолют мы говорим это зеленый для класса абсолют 2 говорим это желтый и задаем их позиционирование то есть где они будут у нас размещаться на нашей страничке следующий элемент который нам нужно посмотреть это относительное позиционирование оно отличается выглядит немножечко по-другому но тоже может применяться при необходимости элементы для которых мы задаем относительное позиционирование то есть position related они смещаются изначально от положения в потоке документов звучит может быть сложно есть более простая фраза относительно текущей позиции где находится наш контейнер и после этого мы получаем возможность относительно этого места его двигать отсюда в принципе и название position давайте посмотрим пример который нам подходит под эту позицию здесь мы с вами работаем с контейнерами здесь их 3 я не хочу 3 давайте сделаем 2 также 2 контейнера и пробуем 2 варианта это related position применяем для одного из них и в принципе двигаем относительно друг друга смещаем меняем фон и пробуем как это будет выглядеть давайте попробуем сделаем это на практике и заодно посмотрим в чем у нас же будет разница от наших текущих контейнер мы создадим новые не будем этих трогать которые у нас сейчас есть создаем новый контейнер и придумываем давайте никакой текст не будем придумывать давайте просто создадим 2 контейнера div div и придумываем классы или антишники что вам больше нравится класс black это контейнер и это контейнер у которого есть высота 150 пикселей у которого есть ширина 150 пикселей у которого есть фон черный при этом пока что давайте на это остановимся черным при этом у нас есть второй контейнер 7 7 у него похожие значения высоты у пусть будет 70 пикселей у него значение ширина совпадает с высотой 170 пикселей при этом его фоновый цвет будет синий ground color сохраняем наше значение и пока что мы не применяли никакого позиционирования получаем получаем что снова машились получаем вот такой вот вариант поскольку наши блоки тот и тот являются блочным элементом они у нас вытесняют все содержимое на этой строке по ширине по высоте точнее своей они вытесняют все содержимое вытеснили вытеснили между ними образовался вот здесь вот пробел если мы с вами посмотрим на нашу страничку между black и blue у нас есть с вами пробел откуда он у нас взялся фактически фактически если мы с вами не оставили бы pre-wrap но его бы у нас не было то есть pre-wrap у нас добавил этот вот отступ почему напоминаю pre-wrap это то свойство которое учитывает то что мы нажимаем все клавиши какие здесь мы с вами между этими контейнерами нажали клавишу enter перенос строки собственно говоря этот перенос воспроизводит у нас и в том числе pre-wrap поэтому это свойство очень-очень ограниченно используется чаще всего в принципе его не используют и это так вот скорее учебный момент чтобы упростить себе задачу но это не суть у нас есть сейчас pre-wrap допустим он включен мы понимаем что эти два контейнера все равно вытесняют все что находится на этой строке и они у нас не могут находиться в принципе друг с другом рядом вместе до тех пор пока мы не применяем какое-то определенное позиционирование например я хочу чтобы синий стоял рядом с черным запоминаем где он у нас сейчас находится это его позиция текущая теперь к blue мы применяем позиционирование позицион с значением relative relative то есть относительное если мы сейчас просто его применили не забываю сохранять применили обновляем страничку то в принципе результат у нас никак не поменялся да мы применили позиционирование но не задали никаких способов соответственно у нас в том же месте где он был до этого ну а теперь мы можем с вами спокойно начинать двигать его как мы хотим заходим в пайчар и начинаем передвигать наше время что я хочу сделать я хочу его разместить ну где-то рядышком с нашим текущим то есть нужно поднять его вверх на сколько на высоту вот этого блока как минимум то есть 100 пикселей плюс здесь ну давайте попробуем где-то где-то 160 170 160 170 пикселей от низа bottom то есть низ это сейчас нижний край нашего синего синего элемента это вот эта часть ту где мой курсор сейчас находится насколько хорошо видно на демонстрации экрана теперь мы применяем от bottom это 170 пикселей смотрим что у нас получилось поднялся причем перекрыл то что у нас находится на нашем другом блоке перекрыл поскольку у нас он сам по себе больше он 170 пикселей а 150 пикселей черный блок но мы понимаем что если теоретически мы с вами добавим сюда тот же самый z-индекс z-индекс со значением ну допустим 0 сохраним и посмотрим что у нас произойдет синий блок у нас все так же занимает у нас опять же верхнюю позицию почему опять же потому что ко второму блоку black мы не применяли никакое позиционирование если мы просто применим position relative то мы добьемся что оно у нас включено но при этом позиция в потоке не изменится поскольку смещение никакого мы не указывали но мы приобретаем возможность менять его положение в принципе мы можем не задавать никакое значение у нас уже должно произойти обновление их местами не хочет у нас смещаться давайте тогда тоже сдадим z-индекс и теперь мы добились с вами того что на нулевом слое у нас находится синий и на первом находится черный но моя задача изначальная была не просто их друг на друга наложить а именно разместить на одной строчке поэтому z-индексы как таковые мне не нужны я могу их убрать для меня важно сделать так чтобы они находились на одной строке я по отступу все правильно сделал 170 пикселей изменил положение и они у нас сейчас находятся вместе на одной линии осталось его сместить от левого края в сторону в сторону мы смещаем на размер нашего блока черного на 150 пикселей давайте запасы на 160 пикселей чтобы они не стык в стык были а так скажем с небольшим отступом получаем с вами вот такой вот вариант то есть два блока два блочных элемента но при этом находятся у нас на одной страничке и мы можем их вместе с вами видеть и двигать как мы хотим в потоке в нашем документе но тогда вы можете в принципе задать логичный вопрос а что произойдет если я вот этот синий блок или черный побежу на текст на же есть правильно с вами тогда у нас произойдет следующее с левого края мне нужно больше мне нужен где-то 500 пикселей и мы получим с вами положение вот такое и теперь остается поднять его наверх bottom не 170 а 250 поскольку положение его мы отрегулировали изначально он у нас перекрывает наш текст опять же мы работаем с вами базово просто с контейнером если мы текст вместим другой контейнер без фона без размера фиксированного и зададим ему тоже position-related при этом скажем z-index с большим значением чем здесь он у нас перекроет и будет поверх нашего блока тем самым мы в принципе можем свободно управлять нужными элементами на страничке через позиционирование и добиваться нужного нам результата давайте теперь верну я все назад 70 соответственно 160 пикселей два контейнера стоят рядом друг с другом хорошо добились результата можем переходить к следующей нашей интересной части это фиксированное позиционирование при фиксированном позиционировании элемент будет сдвигаться относительно края браузера то есть от самого браузера мы будем смещать наше значение особенность фиксированного значения что при прокрутке элементы или при скролле у нас элемент будет оставаться на одном месте то есть по сути у нас зафиксирован если проще представить на визуальном примере жизни представьте что вы оторвали стикер какой-то делали бумажку себе записку напоминание и приклеили ее на монитор если вы перемещаете страничку вниз переключаетесь на другие странички у вас стикер всегда будет в этом же месте на других страничках конечно же работать не будет но в рамках вашей конкретной странице это будет работать именно там смещаетесь вниз влево вправо а он у вас фиксирован по отношению к экрану самого браузера в котором вы находитесь да кстати говоря это еще один момент который я забыл упомянуть он вроде как логичным кажется но все таки когда мы с вами вводили значение bottom 170 пикселей почему он сместился наверх и вниз от низа 170 пикселей 170 пикселей положительное значение положительно мы смещаем его либо право если мы говорим лево и какое-то количество как у нас идет ось координат то есть у нас есть x и y то же самое положительное отрицательное значение положительное у нас идут и яй никуда такой мини курс математики для тех кто забыл идем в ту сторону право у нас идут положительные значения если нам нужно сместить на минусовые то есть то же самое почему опять же мы можем применять минусовые мы можем применить и сдвинуть их в обратную сторону то же самое с верхом и низом то есть у нас есть top bottom right и соответственно по нашим координатным четвертям можем сдвигать на положительные или отрицательные значения принцип остается тот же сам хорошо давайте продолжим теперь насчет фиксированного позиционирования пример что у нас есть мы создадим сейчас еще один контейнер здесь как раз таки тоже как пример создается класс fixed то есть контейнер фиксированный и просто пустой контейнер чисто как пример и в фиксированном контейнер задается position fixed и и задаем его размеры и потом смещение ну давайте в принципе так и сделаем открываем наш индекс создаем еще один контейнер div div этот элемент фиксирован div придумываем ему некий класс класс red красный переходим в style css обращаемся к красному красный должен иметь следующую характеристику цвет ширина то 50 пикселей высота то 50 пикселей высота то 50 пикселей который нам нужно давайте пока ставим в том варианте который у нас есть пока без позиции посмотрим как он нас отображается вот вот да что ж такое у меня я видимо доверяюсь автозамене подстановки точнее пайчарма а у меня вместо ширины добавляет значение полужирности весом шрифта вот такой у нас элемент он у нас по умолчанию находится внизу в самом самом принципе странички вот при этом кстати говоря это интересный момент тоже можете посмотреть сейчас у нас картину нашу красивую портит опять же то же самое наше свойство которое мы задавали до этого для форматирования текста вот здесь вот но она применяется не для текста но применяется принцип для всего документа html вот здесь эти вот эти пробелы у нас генерируются тем что у нас давно фактически являются эти контейнеры да мы их перерисовали сместили с вами поэтому если нас с вами отключим при вред все равно у нас они как бы будут смещены здесь но вот этот вот доступ у нас фактически здесь остается то есть этот доступ у нас с вами можно и нужно тоже учитывать при дальнейшей разработке и оптимизации нашей странички вот этот элемент нам нужно сейчас зафиксировать переходим в red выбираем с вами position и задаем значение fixed теперь наш блок зафиксирован открываем обновляем смотрим что произошло он у нас и сейчас в прямом смысле сейчас его нету нигде нету ни на страничке нигде можем посмотреть про инспектировать элемент находим наш блок этот элемент фиксирован а где же он у нас даже не появляется подсказка он появляется где-то вот внизу или ставимся до низа вот здесь как бы вне страницы он действительно находится у нас вне страницы сколько мне задано значение и он у нас скрыт просто находится как бы под браузером при этом не важно какого размера будет браузер он всегда будет под браузер от края самого окна то есть от края браузера от вот этой части или от вот этой части или от вот этой мы задаем уже теперь значение например я хочу чтобы он у меня был в правом верхнем углу как мне это нужно сделать write write 0 пикселей справа 0 пикселей сверху 0 пикселей право вверх вот только по нулям задали значение обновляем теперь у нас на страничке он появился вот он этот элемент зафиксирован справа наверху по 0 пикселей единственное что у нас теперь получается не очень удачная ситуация почему если мы добавляем элемент справа сверху нам нужно учитывать что в некоторых вариантах открытия страницы например вам на в браузере хром тот же самый который мы используем на мобильных устройствах например полоса прокрутки она очень маленькая она не влияет на отображение для контента а здесь нам нужно либо ее принудительно скрывать перерисовывать либо оставить в том варианте базовым какая у нас есть но элемент сдвигать немножечко с запасом но это если мы говорим уже такой про более сложную адаптивную верстку пока у нас не совсем мы еще до этого с вами дошли элемент фиксирован и теперь при прокрутке страницы то есть если я вниз листаю по страничке он у меня остается на одном и том же месте если вдруг у вас сайт не такой большой как у меня то можно очень просто визуально увеличить объем страницы при этом не сильно как-то заморачиваясь с этим в индексе мы с вами можем создать еще один контейнер который отвечает будет просто за размер div и придумать ему айди или класс давайте класс класс и придумываем его название например big большой большой переходим css теперь к большому к бингу обращаемся обращаемся и говорим о том что его высота его высота должна быть на указа какое-нибудь большое значение три с половиной тысячи пикселей много много согласен сохраняем визуально на страничке ничего не изменится появился пустой контейнер длина высота которого три с половиной тысячи пикселей а вот полоса прокрутки теперь нам позволяет как бы как бы просматривать этот контейнер но при этом мы видим что наш элемент фиксирован находится фиксирован два блока относительно своего места сдвинулись наверх и находятся даже на одной строчке и здесь два текста у нас относительно странички наши переместились и находятся на ней то есть первый вариант позиционирования относительно страницы и остается на том месте на котором изначально есть второй вариант относительно текущего места переместили работаем пожалуйста третий вариант относительно окна браузера то есть в браузере зафиксировали это место и на нем этот элемент у нас находится если у вас все получилось если у вас все работает точно так же как у меня хорошо вы молодцы поднимите пожалуйста ручку если у вас все получилось если вам нужна помощь ручку можете мне поднимать тогда в принципе я обращусь к вам и давайте посмотрим если вам что-то не получилось не работает есть проблемы ну или если вы просто не делали он кроме тех кого я знаю то что вы не делаете с нами знаю что Валерий пока что не делает и знаю то что соответственно Светлана у нас тоже пока на работе пока занята у увидел что у а новость в итоге не получилось или получилось подняли ручку пустили можно вопрос повторить можно забыл какой именно вопрос получилась у вас или нет если получилось то поднимите ручку все опустили не да я параллельно этот выполняю да у меня все получается все супер хорошо отлично я так понимаю стоп судя по поднятым рукам которые были последний раз с нами все попускали ладно то есть принципе остается вопрос и мире не ирина у вас получилось кирилл поднимал антон поднимал ручку и соответственно валерий нас пока не участвует он сказал что получилось как у вас успехи отлично антон сделал ранечку имени кота своего ну любите вы его прям очень сильно раз так его называете по-доброму но при этом у него как те . с лежанкой одновременно тишина ладно хорошо если в принципе всех чем получилось если у ирины не получилось пожалуйста говорите об этом мы будем вместе с вами пробовать разбираться если получилось нас сайт покажет конечно вот такой вот некрасивенький скажем честно на вот скриншоте которые нам прислали с котом он уже красивенький мы с вами потом тоже то делаем а ну не то что доделаем на соль на следующем занятии попробуем на основании того что мы уже знаем умеем сделать уже более-менее красивый макетик и с ним дальше будем какой-то период времени работать до конца нашего блока поштим или всесосводного и потом переходить к тестировал что я предлагаю вам сделать сейчас у вас есть вот такое самостоятельное задание самостоятельная работа как правило она пересекает домашнюю работу вот но если вы ее сделаете то надо в принципе может вам дать другую работу небольшой комментарий пояснение что нам нужно сделать здесь два задания скриншоты примера выполнения есть слева и справа правда слева это навигационная панель она у нас должна вопрос находиться в верхнем углу при этом во втором случае это кнопка прокрутки не то сказал кнопка которая зафиксирована при прокрутке страницы и при этом она у нас ведет наверх важные моменты кнопка наверх не должна вести наверх то есть сейчас мы не реализовываем функциональность технически это картинка нашли в интернете любую картинку более-менее подходящую если нужно попробовали задали ей размер размер для изображения будет даваться точно так же как и для блока то есть ширина и высота задаем нужное нам значение получаем результат после этого вам нужно ее правильно позиционировать это вот это задание второе или первое как кому больше нравится здесь момент оглавления и ссылочки три ссылки здесь конкретно не реализованы в виде списка список у нас будет отдельное занятие поговорим про его особенности особенности там хватает своих и мы про базово про них тоже с вами поговорим вы можете это сделать следующим образом это ссылка с переносом строки либо с абзацем но здесь просто с переносом строки ссылка у нас добавляется создается с помощью тега а например если нам нужно для желтого блока добавить ссылку мы создаем а и вводим какой-то текст текст при этом у а так чтобы она была ссылкой нам нужен атрибут аш риф для хрев тоже называю дальше вводим решеточку это у нас ссылка которая ведет просто на эту же страницу на никуда не будет у нас ввести иногда браузер ее воспринимают просто как поднять наверх страницу что можно кстати использовать при картиночке дальше чтобы сделать перенос между следующей ссылкой мы используем тоже а и и можете конечно ввести ссылку возьмите ссылку на google или на вашу вторую страничку какой-нибудь любой другой респот пожалуйста может тяжесть и макбук добавить ссылка 2 ну и сама собой чтобы они у нас корректно отображались между ними перенос таки б и чтобы вот это все у нас все-таки корректно отображалась я рекомендую пока либо удалить вы закомментировать соответственно наше свойство капитал капитал айс а вот она white space европы вот мы его можем с вами пока убрать ну или может оставить тогда по итогу в моем белом желтом блоке у нас отображается текст и ссылка 2 это вот такое задание то есть этот блок позиционируем в левом верхнем углу у нас остается при прогулке естественно а этот у нас фиксированная остается всегда вместе с нами можем с ней работать всегда на одном месте а здесь у нас фиксировано на страничке просто попробуйте эти оба элемента они нам чаще всего будут нужны вообще принципе при разработке чаще всего нужны если нужно я могу прислать скриншот вот этого вот всего чтобы не сидеть за включена демонстрация экрана постоянно каждый делать своем ритме вот кнопочку можно найти в интернете соответственно любую если вы сделали прошу молодец можете поднять эту крючку сказать нам об этом вот вот такую т.з. точнее дизайну практическое задание если успеете прошу ничего страшного можно будет взять надо за его тоже доделать я вместе с вами никуда не ухожу если будут вопросы пожалуйста говорите спрашивайте ну и само собой будем постепенно разбирать владимир покажите пожалуйста еще раз как вы без ссылки подряд сделали две ссылки подряд вот эта часть ссылка это атрибут это а так а с атрибутом аж риф и дальше у нас решеточка это то что она ведет на эту же страничку между открывающейся и закрывающейся частью тега а мы указываем текст который будет отображаться в качестве ссылки со второй все то же самое чтобы они у нас были друг под другом а потому что текст а это по умолчанию у нас элемент строчный отображается в строку то есть они будут вместе стоять чтобы они не отображались вместе я применяю принудительный перенос через бр и так там мы добиваемся этого переноса вот это наша часть если нужно могу тоже скопировать прислать могу выключать демонстрацию кран спасибо пожалуйста отлично а не получается это задание лучше в отдельном порядке ну если вы хотите этот поставить отдельно а его потом использовать как-то по-другому да можете сделать в отдельный тут как вам удобнее на самом деле хотите в этом делайте хотите в новом ходите файле вот там с дз с котом в зависимости у кого что и так наше время потихоньку с вами заканчивается как у вас успехи получилось не получилось решили поступить по хитрому и хотите взять это на дз он вас было частично выполнено дз пугающе либо меня не слышно либо все так заняты работой проекту вашему маленького не стоит на работе у меня первое задание получился 2 пока чтобы вставить картинку виде я понял пришел тогда аналогично я правильно понял что картинку надо чистых и вставлять да да мы же с вами смотреть этот так правда так достаточно быстро но если он у антона получилось кота добавить значит явно смотрели ладно разберемся хорошо тогда принципе вы правильно поняли что нужно картинку добавить через так и меч если вам будет чуть проще я могу допустим прислать вам ссылочку на синтаксис использование чтобы напомнить повторить я я предлагаю тогда вам как раз таки это задание взять адам чтобы спокойно посидели посмотрели доделали может час вечер просто устали может быть днем свежей головы вполне можете это сделать посмотреть ссылочку я прислал вот можете идти по ней посмотреть как работает у нас так имидж там на самом деле ничего сложного нету мы добавляем на сердце сокращение вот source есть источник указываем адрес картинки либо полный путь к изображению либо название файла вместе с расширением есть он у вас просто находится в этой же папочки доступен оффлайн вот ну и дальше вопрос позиционирования если вдруг не получится мы можем с вами разобрать это на следующем занятии то есть начать с него с этого в четверг если сейчас просто она в целом работает получилось но как минимум первое задание чтобы сделаю успешно бы уже эмоции вот плане срока даже мы с вами как всегда его берем на две недели но поскольку у нас с вами две недели выпадает там на 8 марта в том числе но срок выполнения доза я имею ввиду падает на 8 марта в том числе поэтому я предлагаю сразу с некоторым запасом взять мало кто-то будет отдыхать уезжать куда-то можно взять не до 14 соответственно она там ну допустим до 17 числа до пятницы те кто захотят сделать могут сделать как раз таки пораньше прислать те кто вдруг куда-то будет уезжать от лекарства могут спокойно посидеть доделать прислать его немножечко позже вот такой у вас соответственно будет презентацию пришли машины здание прикреплю и принципе баллы вам тоже сейчас выставлю все молодцы все само собой сегодня получает 12 баллов заслуженные вот если у вас сейчас нет вопроса то можно потихонечку отключаться хорошего вечера до встречи четверг и всего доброго до свидания спасибо до свидания до свидания всего доброго пасибо досвидания пожалуйста до свидания всего доброго